Новый Уренгой растет и развивается стремительными темпами. За последние несколько лет газовая столица заметно преобразилась. Появились многоуровневая транспортная развязка, зоны отдыха, детские сады, жилые многоквартирные дома. И это еще не все. Сейчас в северной и южной частях активными темпами строятся социально значимые объекты. Их проинспектировал глава города Андрей Воронов. Подробнее об этом расскажет Марий Бохуа. Детская поликлиника с женской консультацией в микрорайоне Восточный сейчас на стадии завершения. За короткие сроки подрядная организация возвела значимое для города медицинское учреждение. Основная часть работы выполнена. Строители приступили к внутренней отделке. Объект проинспектировал глава нового Уренгоя Андрей Воронов. Мы уже находимся в стадии отделки. В завершении инженерных систем. Стандартных, таких как отопление, ГВС, ХВС, лечебное газоснабжение, электрика. Установлена дизельная электростанция, установлена новая трансформаторная подстанция. Сейчас идет обвязка. Ну и выйдем на пусконаладочные работы. И в принципе все. Подрядчик планирует сдать объект в эксплуатацию до конца 2021-го. Осмотрел градоначальник и новую котельную в северной части города. На ее строительство ушло 6 месяцев. Сейчас специалисты устанавливают оборудование. Котельная номер 20 обеспечит теплом и водой строящийся микрорайон Славянский. Сколько квартир всего у нас? Тут 776. Стандартных. 6. Прямо 245. 40 лет. Площадь у нас 20 тысяч, да? Да. И все дома вы хотите сдать в следующем году? В следующем году. Какие трудности есть? Что видите? Ну, на данный момент нет трудностей. То есть, если котельная заработает, тепло подастся, вы спокойно зиму внутри работаете? Да. В основном. В новом микрорайоне возведено 10 многоквартирных домов классов стандарт и премиум с подземным паркингом. Также строится школа на 1600 мест. Весной этого года был запущен детский сад. Подрядная организация «Вэллистрой» ведет работы с опережением сроков. На данный момент мы усиленно работаем над запуском внутренних сетей снабжения энергоресурсами района. И, в первую очередь, это дать тепло в дома для того, чтобы продолжить внутреннюю чистовую отделку, чтобы не выбиться из графика строительства. И поэтому, ну, на данный момент все идет даже немножко, наверное, с опережением. Еще три высотки появятся в ближайший год. Строители уже приступили к возведению дома класса «Стандарт», рассчитанный исключительно на переселенцев из ветхого и аварийного жилья. Подрядчик планирует завершить все работы летом 2022-го. Есть все шансы распрощаться с этой историей, закрыть вопрос по переселению из аварийного жилья. Поэтому для этого сейчас совместно с фондом жилищного строительства, с департаментом строительства округа, с нашими коммунальщиками, в первую очередь, синхронизируем все процессы. В первую очередь, сейчас необходимо подать тепло, чтобы строители за зимний период могли выполнять отделочные работы. Динамичное развитие инфраструктуры города-городоначальника удовлетворило. Однако все объекты по-прежнему остаются под контролем Андрея Воронова. Мария Бохова, Богдан, жители службы новостей «Импульс».